Губернатор Игорь Руденя и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провели выездное совещание по вопросам строительства северного обхода Твери. На совещании был рассмотрен ход работ. Также участники обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с логистикой. Строительство северного обхода Твери стартовало весной. Как было отмечено в ходе совещания, работы идут в соответствии с графиком. Сейчас на объекте работают более 1300 человек и свыше 400 единиц техники. На протяженности более чем 40 километров производится устройство насыпи земляного полотна, ливневой канализации, а также дорожной одежды. На сегодняшний день у нас устроено земляное полотно порядка 40 километров. Выполнена дорожная одежда из асфальта бетона. Уже нижний слой покрытия, верхний слой основания. Это где-то порядка 11 километров. На сегодняшний день из 28 искусственных сооружений и мостов 21 уже в полноценной работе. По словам Игоря Рудени, все процессы ведутся на достойном уровне, соответствующем созданию опорных магистралей Российской Федерации. Используются высокотехнологичные проектные решения, в том числе при строительстве моста через Волгу. Вячеслав Петушенко назвал работу по последнему объекту ключевым моментом всего проекта. Стоит отметить, что возведение этой переправы будет осуществляться методом продольной надвижки. Девять опор в полноценной работе. В декабре месяце начинаем уже сборку металлоконструкции на стапеле. В апреле месяце начнется надвижка. Уже через год в декабре запланирован запуск первого этапа трассы. В октябре 24-го планируется завершить второй этап. Северный обход станет фактически окончанием формирования федеральной трассы М-11 Нева. Позволит напрямую, без пересечения с другими трассами, в одном уровне соединить Москву и Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов. Реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, а также на северо-востоке региона.